Всем привет, вы на канале М62, и сегодня у нас на обзоре строительный фен Хаммер HJ2000LE. В этом видео покажу распаковку, проверю в работе, сравню с феном калибр TP2050 и расскажу про плюсы и минусы, которые я обнаружил. Поставляется фен в такой коробке, на передней части изображен прибор, написано, что в комплекте идут насадки, можно регулировать поток и температуру воздуха, керамическая основа и дополнительная термоизоляционная обмотка. Присутствует гарантия аж 5 лет. Сбоку есть информация по потреблению, мощность заявлена 2000 Вт, поток воздуха 300 либо 500 литров в минуту, присутствует ступенчатая регулировка температуры на 300 и 600 градусов. С другой стороны есть фото насадок, которые идут в комплекте. Внутри в целлофановом пакете находилась инструкция, есть пометка, что 5-летняя гарантия распространяется только для использования прибора в бытовых целях, и то если заполнен гарантиен талон. Есть описание технических характеристик, показаны основные элементы фена и то, какой режим выбрать в зависимости от требуемой задачи. Инструкция достаточно подробная, к ней вопросов нет. Далее также в отдельном пакете 3 насадки, ну и сам фен. Материал корпуса пластик, причем достаточно дешевый. Кнопка переключения простая, имеет 3 режима. Первый нейтральное положение выключен, есть первый режим работы и второй. Длина шнура почти 2 метра, на передней части есть наклейка с основными характеристиками и названием модели. В руке аппарат лежит уверенно, но не идеально, так как нижняя часть ручки выполнена с таким выступом, который упирается в ладонь, и при долгой работе будет натирать это место. Лучше бы они этот выступ вообще не делали. На первом режиме уровень шума при работе около 73 дБ акустических, мощность при этом 1054 ватта. Поработал чуть меньше 10 секунд, я его выключил и сразу повалил дым. В инструкции написано, что это нормальное явление при первом включении. Что ж, надеюсь, больше такого не увижу. На втором режиме мощность возросла до 2089 ватт, а уровень шума доходил до 80 дБ акустический. Радует то, что мощность производитель указал верно. А вот дым после второго включения пошел еще сильнее первого. И запах очень неприятный, типа паленой проводки. Но спустя секунд 10 все пришло в норму, и больше дыма я не видел. Померил пирометром температуру, максимальное значение было около 460 градусов. Проверил насадки, стеклозащитная насадка на фен влезла хорошо, не слетала. А вот с плоской возникла проблема, как ни пытался ее одеть, не получилось. Чуть расширил отверстие рукояткой ножа, все зашло. Коническая насадка вошла хорошо, но еле снял. Конечно, со временем они приработаются, но косячок есть. Ну а теперь посмотрим, как он в работе. С помощью этого прибора можно аккуратно снимать этикетки с бутылки. Я просто похлопну. Проверил самое сложное, снятие краски с деревянной двери. Краска держится очень хорошо, без использования наждачки она не слезет. Конечно, для того, чтобы быстро снимать, надо поэкспериментировать со временем задержки на одном месте. Сперва я быстро прогревал, небольшой области первый слой краски быстро сходил, но небольшими частями. Потом я чуть задержался на одном месте, видно, как надувается пузырь, и первый слой сходит за одно движение. За второй проход можно снять еще один слой. Можно феном отогревать замерзшие трубы с водой или размораживать морозильное отделение в холодильнике. Главное делать это очень аккуратно и на достаточном расстоянии, иначе можно расплавить пластик. Для сравнения взял фен калибр TP-2050, и он оказался чуть послабже. В целом также хорошо сходит краска, но пузыри надуваются меньше по размеру, соответственно и участок краски слазит поменьше. Но тут надо сделать поправку, что этот фен после покупки я запустил в работу. Отработал 3 минуты, он выключился и больше не включался. Сделали по гарантии, и после этого он стал греть похуже. Так что, возможно, новый был бы наравне. Попробовал снять слой краски грубой наждачки 40H, но после фена понимаешь, что это гораздо сложнее и медленнее. Ну а теперь плюсы и минусы. Из плюсов это цена, так как достаточно бюджетный вариант. Мощность соответствует заявленной, но основную работу он все же выполняет. Из минусов не очень удобная ручка, нет кейса в комплекте, не все насадки с завода хорошо одевались. Но если хотите гарантию на 5 лет, смотрите, чтобы гарантийный талон у вас был заполнен правильно. В целом, за такую сумму нормальный аппарат для домашнего использования. Надежность покажет время, а если у вас есть опыт эксплуатации такого фена, можете написать в комментариях. Или предложить свой вариант. Возможно, следующий обзор выйдет на один из них. А с вами был канал ФСА-2, до скорых встреч.